Святаго Отца нашего Иоанна Златоуста Христовы служители, безумие говорю я больше Я гораздо более был в трудах, безумерно в ранах, более в темницах и многократно при смерти От Иудеев пять раз дано мне было по сорока ударов без одного Три раза меня били палками, однажды камнями побивали, три раза я терпел кораблекрушение Ночь и день пробыл во глубине морской, много раз был в путешествиях, в опасностях на реках В опасностях от разбойников, в опасностях от единоплеменников В опасностях от язычников, в опасностях в городе, в опасностях в пустыне, в опасностях на море В опасностях между уже братьями, в труде и в узнурении, часто в бдении, в голоде и жажде Часто в посте, но стужи и в наготе Кроме посторонних приключений, у меня ежедневность течения людей, забота о всех церквах Кто изнемогает, с кем бы и я не изнемогал, кто соблазняется, за кого бы я не воспламенялся 2 Коринфянам 11 глава 23 по 29 стихи За это я удивляюсь апостолам А без этого получившие по домостроительству Божию власть чудотворения Не только не заслужили бы удивления, но даже сделались бы отверженными Как показывает и Христос, когда говорит Многие скажут мне в тот день Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали Не Твоим ли именем бесов изгоняли И не Твоим ли именем многие чудеса творили И тогда объявлю им Я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие Матфея 7 глава 22-23 стихи Поэтому он и ученикам внушал Однако ж, не тому радуйтесь, что духи вам повинуются Но радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах Лука 10-20 Жизнь праведная и без чудес получит венцы И ничего тогда не потеряет А жизнь беззаконная и чудесами не может избегнуть наказания Итак, сказанное нами оправдание неуместно И не только неуместно, но даже опасно И для многих хритиков служит предлогом Если апостолы сделали столь дивными Не по собственному своему изволению А только по благодати Христовой То, что препятствует и всем сделаться такими же Благодать, если бы наперед не требовала зависящего От нас, вдруг излилась бы в души всех Потому что у Бога нет лицеприятия А так как она требует и зависящего от нас То за одними следует и пребывает в них От других удаляется К иным же и вовсе не приходит А что же еще прежде, нежели блаженный Павел Совершил что-либо дивное Бог, узнав сначала его расположение Уже дал ему благодать Узнай из того, что он говорит о нем Он есть мой избранный сосуд Чтобы возвещать имя мое пред народами Царями и сынами Израилевыми Деяние 9.15 Так, испытывающий сердца наш Засвидетельствовал, когда у Павла еще не было благодати Не будем же, возлюбленные, обманывать себя и говорить Что никому невозможно быть подобным Павлу Другого Павла по благодати и чудесам, конечно, уже не будет никогда Но по строгой жизни может быть таким каждый желающий А если нет таких, то единственное потому, что не хотят Впрочем, не знаю, как я дошел до такого неразумия Что еще между нынешними людьми, подобных Павлу Когда не могу видеть и таких, которые были бы подобны третьим или четвертым после него Об этом должен оскорбеть и плакать и рыдать Не один и не два только дня, но во всю жизнь Потому что кто приведет себя в такое состояние Тот впоследствии не скоро будет грешить Если не веришь этим словам, то посмотри на плачущих Именно мирским плачем Притом не из числа простых и ведущих трудовую жизнь Но из числа тех изнеженных людей Которые ничего не знают, кроме удовольствия Эти люди, которые преданы пьянству и обедению Продолжают обеды до вечера и ужины до полуночи Отнимают чужое, не щадят ни вдов, ни бедного, ни слабого И показывают великую жестокость, когда бывают объяты сильную скорбью Которая может возмутить и взволознавать душу до глубины Отвергают все сладострастные и преступные пожелания И общаются к любомудрой жизни Отличаясь строгим поведением, бодростью Земными поклонами, терпением, постом, молчанием Скромностью, смирением и великим человеколюбием Те, которые отнимали чужое, в это время готовы охотно отдать и свое И хотя бы кто подложил огонь под их дом Со всем имуществом они не будут гневаться Я знаю много таких, из которых одни После потери возлюбленных, оставив город и его удобство, поселялись в деревнях А другие строили себе домы при могилах усопших И там наканчивали жизнь Но об этом после Пока печаль их находится в силе, они нисколько не заботятся о настоящем Но ту безумную страсть, которой они стремились к бережению, скоплению денег И приобретению власти и славы в народе Уполив огнем скорби, как траву и цвет, травы изгоняют из души И ум их тогда объемлет таким любомудрием, что им неприятно и говорить об удовольствиях настоящей жизни Но все, что прежде им касалось приносящим наслаждением, уже кажется противным и весьма горьким И никто из слуг и друзей не посмеет тогда их слово сказать о мирских делах, даже весьма нужных Все оставляется без внимания и вступает место беседам о любомудрии Потому что тогда скорбию, как бы в каком священном месте душа научается ничтожеству человеческой природы Кратковремности настоящей жизни, тленности и непостоянству житейского Обманчивости совершающегося на позорище мира Тогда является великое презрение к деньгам Тогда истребляется гнев Тогда оставляется и честолюбие И уже не может ни зависть обитать Ни гордость свирепствовать сокрушенным скорбию И похоть не разжигает сладострастного Но по удалении всего этого из сердца Поселяется в нем один помысл Представляющий непрестанно образ умершего Образ это для него и пища, и питья, и сон, и удовольствие, и покой, и великая трада Это для него и слава, и богатство, и власть, и наслаждение Продолжение следует